В эти дни в Барнауле проходит крупнейший турнир среди военнослужащих по армейскому рукопашному бою на призы Героя России Владимира Анатольевича Шаманова. Почетными гостями турнира станут 7 Героев России и Советского Союза. Это легендарные личности, совершившие мужественные поступки во имя Родины. У нас в гостях советский и российский летчик гражданской авиации, герой России, неоднократный участник вахты Героев Алтайского края Владимир Ильич Шарпатов. Я только ехал сейчас с водителем. Я с первого шага буквально подсказал, какой у вас чистый, хороший город. Вообще город мне нравится. Мне нравится здесь народ. Очень приветливый, гостеприимный. Чувствуется, что у вас тут и промышленность работает, и транспорт работает, и также пробки есть. Я уже третий раз присутствую на этом турнире. Всегда поражает активность. Во-первых, очень много зрителей, болельщиков. И даже когда приглашают выступить нас героем и сказать несколько слов в этом турнире, вот наши поздравления, наши пожелания всегда находят такой бурный отклик. Ну, турнир сам по себе, он важен, потому что ведь спорт, он делает человека чище. В наше время он и дает возможность подготовиться в случае, если кто-то из спортсменов окажется там за ленточкой, как у нас их называют Украину, то именно ему не всегда придется быть в окопе, но когда-то и в рукопашном может придется сойтись. Это, конечно, большое подспорье. Дает шанс на выживание, на победу. Вы герой Российской Федерации, летчик гражданской авиации. 27 лет назад были в плену в Кандагаре и оттуда со своим экипажем сбежали. Вот, и хотелось бы затронуть тему, да, захвата вашего самолета, плен в Кандагаре. Это известнейший случай, и из первых уст хотелось бы услышать хронологию этих событий. 3 августа, 1995 год, как произошел захват самолета, с чего все началось? В третьем реестре мы идем над Кандагаром, и вдруг диспетчер выходит на связи. Борт 76-842. Вам посадка в Кандагаре. Причина досмотра груза. Садиться не буду, у меня пульс на значение другой. И вдруг истребитель выходит на связи, с которым мы водку-то возили. Володя, это ты? Я МИГ-21 справа сзади, 200 метров видишь? Не вижу. Выполняй заход, это приказ. А тут этот инженер, который домой проселся, кричит, у него топливо на 40 минут. Я говорю, я садиться не могу, у меня посадочный вес не позволяет. А у меня заправка до Баграма и обратная была. А посадочный вес только 151 тонна. Действительно, надо вырабатывать топливо. Хорошо. Сам думаю, виражи побольше затяну. Он на посадку пойдет. Чего на 40 минут? У меня еще и заначка русская есть. Думаю, это... Радист связывается с фирмой Бута, докладывает обстановку. Не садитесь, сейчас придет подмога. Видно истребитель, хотели прислать с Северного Альянса. Первый круг делаю, смотрю, из ангара вытаскиваю другой истребитель. На втором круге смотрю на взлетной полосе истребитель. Уже стоит готовый взлет. И на третьем круге уже диспетчер. Выполняю заход, последние предупреждения. И начинаю отговариваться. Тут опять этот истребитель. Выполняю заход, открываю огонь. И тут второй пилот. Видно, струсил. Собьют, надо садиться. Надо садиться. Ну что, я нахожусь на территории иностранного государства. Я обязан выполнять команды органов, управляющих воздушным движением. И если военное ведомство дает право на открытие огня, как с Халином сбили южно-корейский боинг. Сел, истребитель на хвосте. Меня к муле Амару на допрос повели. И понеслось. После возвращаясь и началось. Зачем ты полетел, не надо было лететь. А вы же хотели летать. Ты, командир, должен дальше видеть все. Потом перевезли нас в тюрьму. Что не произошло? Давайте побег готовиться. Куда мы побежим? В том кругу минные поля. Вон они бородатые все будут. Одежда у них такая. Я говорю, давайте бороду будем отрачивать. Я начал, они нет. Давай, там посадили нас в кладовке. Там наши солдаты оставили палатки, там тюки зеленой материкой. Давайте за материкой сошьем, типа рубашек, нитки, иголки возьмем. Перестань будражить экипаж. Я второго пилота отзываю, говорю, давай, вот я видел, две горы пока везли. Попросим с инженером задерживать, там еще чем. Я пробую прямо с рулежки взлететь, за эти горы спрячусь, на малой сети обратно в Эмират уйдем. Он пошел в соседнее помещение, этот бортинженер. Мы не успеем двигатели запустить, нас расстреляет столько охрана. Кого бьют, кого ранят, как отвечать будем. Самолет частый, фирма частная, улетим, самолет повредят, у нас квартиры заберут, нас кончат. Я говорю, антисанитеррия, говорю, давайте будем дежурить. Радио заявляет, здесь командиров нет. Давайте английский будем учить. Нахуй твой английский, мы здесь дохнем. А потом и дежурить стали, и английский учить стали. Вот так все в штыки. И во всем я виноват. А талибы стали нас предлагать. Мне поработать на них, я отказался. На учениках наших летчиков, я отказался. А веде их интерес к самолету. Я говорю, если вам нужен самолет, жара под 50 градусов, масло в двигателях испортится, смазка шарниров обтечет. На трубки ПВД мы не поставили заглушки, мои инженеры прошляпили там. Небо пыльно, забьется вся система. Многие системы от этого работают так. Самолет выйдет из строя. А что для этого нужно? Нужно техработы. Там что я? Я заработал гепатит. Мне потом в Тюмени сделали операцию на печени. Разрезали меня от грудей до мудей. Как врач сказал, кулак печени отрезали. Язву, желудка заработал. Нога начала гнить, вот такой, как кратер на ноге. Никакие мази, ничего не помогают. Это какой-то москит укусил. У него инкубационный период до двух лет, представляете? И вот такая дыра, как кратер на ноге, черная такая. Вот, значит, ну вот, через четыре месяца только меня в Москве подлечили это. А самое главное, что я там нервную систему оставил в Кандагаре. Вот весной сменился начальник тюрьмы. Казался не такой бдительный, по-английски говорил. Значит, к нам получше относился. И 10 января он повез на аэродром на техработы. Значит, мы нагло пошли в автобус, никого в заложке не осталось. Привезли на аэродром, там охрана тюрьмная прибавилась, еще аэродромная. 16 августа рано утром нас поднимают. Опять нагло пошли все в автобус, менять колесо повезли. На аэродроме колесо заменили. Они говорят, поехали в тюрьму, я говорю, как, вы нас еще не покормили, мы есть хотим. Давайте идти на обед, думаю, и начальник караула, и летчик, который пас нас, разойдутся. Ничего подобного. А так как они с первого до последнего дня нас обещали сходить с судом с шариата, вот тут на аэродроме у нас последнее решение возникло. Взлетать будем в любом случае, разобьем, разобьем, собьет, так и собьет. А штурман говорит, я вот видел дворец Амина, когда везли через город, если подожгут, то как, я, говорит, курс дам прямо, как Гастелло. А просили всех, даже трусливые некоторые, дали согласие. Набираю, экипаж усел по местам, набираю высоту, выхожу в сторону трассы этой международной. Радифт связывается с Тегераном, называя этот пароль для самолета Бута. Он дает там 320 эшелону, то есть мы евро обманули. Ну тут какая опасность была, он же видит, я с нарушением воздушного пространства со стороны иду. Вот так. И потом Ан-12, для которого эти пароли даны, у него и скорость меньше, и на таких высотах не летает. Ну вот так вот иранец пропустил. А потом уже над ираном связываемся с фирмой, говорим, расчетное время прилета. Давайте, пусть встречает полиция, наше посольство. Ну и после приземления полиция встретила. Я за рулевую стоянку, форточку высовываюсь, у меня вот борода вот так на два кулака была. Талиб, талиб за рулем. Нет, это командир, значит. Ну потом увезли нас в офис, переодели нас в форум. Небольшой допрос был, увезли в город, поселили номера, отдельные номера, отключили телефоны. Выставили охрану. Значит, пришел вот мой флайт-менеджер, Файзулин. Значит, я говорю, пусть дадут позвонить. Начальник караулы говорит, пусть звонит, только не говорит, в какой стране, в каком городе находится. Подключили телефон, я звоню в Тюмень, а их же один тюменский был, экипаж весь казанский. Это я их учил летать на этом самолете. Говорю, позвонив в Казань жене, что все живы, здоровы, ждите информации. На следующий день повезли нас на допрос, представители участка. А я нагло себе набрался, смотрю, у меня телефон забыли отключить. Опять звоню жене, она мне говорит, вот только что по первому каналу телевидение передали дословно. Экипаж совершил детский побег при невыясненных обстоятельствах. А подготовил, выполнил побег бывший военный летчик, второй пилот, майор Хайрулин. Как потом выяснилось, информацию это дал, собственно, корреспондент по Татарстану, Эдуард Хайрулин. Меня часто задают вопросы, что вы чувствовали, когда вы полоняли этот полет? Некогда было чувствовать, я думал о том, как долететь безопасно, как выполнить этот полет. Все, вот когда только приземлились, сошел на землю, вот тогда началась действительно трясучка. Стурм там ходит, за голову хватается, все там, вот уже вот тело. И потом, конечно, еще месяц-два еще ему к себе прийти, уже находясь в России. После Кандагара я ни одного хорошего сна не видел до сих пор. Все, какие-то страхи, побеги какие-то, драки какие-то. То самолет у меня отказывается, а еще что-то такое вот снится. На этом наше время к большому сожалению подошло к концу. Знайте своих героев в лицо и гордитесь ими. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова